Друзья, всем привет! Очень важный вопрос. Как завоевать доверие между заказчиком и исполнителем? Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как завоевываете доверие вы. А как завоевываю я, я сейчас вам все покажу. Итак, к нам обратился Михаил из Германии и сделал заказ дистанционно. Я его никогда не видел, мы не созванивались по телефону, только переписка в социальных сетях. Он сделал заказ, нам золотую цепочку Московский Бит, 56 грамм, и золотой православный крест, порядка 15 грамм. Я ему предложил свой вариант, и он согласился, скинул предоплату, и мы приступили к работе. А как мы это сделали, сейчас вы все увидите. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Итак, друзья, у нас сегодня 23 число, 23 августа, уже, наверное, где-то около часа ночи. Мы доделали наш заказ Михаила из Германии, значит, вот московский бит-цепочка, приблизительно 57 грамм весом, сейчас мы все взвесим, и крест. Он давал нам эскиз, и мы сделали по эскизу вот этот крестик. Значит, крест у нас получился весом 14,99 грамм, а цепочка получилась весом 57,04 грамм. Теперь ждем прилета Михаила и везем отдавать в Шереметьево, в аэропорт. Вот, все вы увидите. Итак, друзья, всем привет. Вот мы в аэропорту Шереметьево. Хотим встретиться с заказчиком. Хотели встретиться с заказчиком Михаилом. Вот его заказ готов. Крест и цепочка московский бит. Мы, к сожалению, его не выпустили из транзитной зоны. У него не были готовы какие-то документы. Все наши договоренности остаются в силе. И 5 сентября мы обязательно с ним встретимся. Он пообещал, что все документы сделает. И встретимся, передадим ему его изделие. Ну и, соответственно, снимем все это на видео, интервью. И он расскажет, почему выбрал именно нашу компанию. Как мы добились того, что он доверяет нам, не видя при этом. Мы еще ни разу не встречались. Так что я думаю, что 5-го часа встретимся. Давайте подождем. Всем привет. Меня зовут Миша. Сегодня 28 августа. Без 15.09, сейчас вечера. Нахожусь в аэропорту Шереметьево в Москве. Лечу транзитом через Москву. И договаривался сегодня с Олегом встретиться здесь в аэропорту и забрать у него заказ, цепочку с крестом. Но не удалось нам с ним встретиться, потому что я сделал такую глупую вообще ошибку. То, что не оформил российскую визу. Почему-то мог бы, наверное, сам догадаться, да, что выйти в общий зал нужна российская виза, если ты приезжаешь в другую страну. Вот. Но такая вот неудача не получилась у нас никак встретиться. Местные органы тоже никак не пошли навстречу. Хотел оформить визу здесь на месте, чтобы выйти там буквально, там, не знаю, на 15-20 минут и забрать свое изделие, свой заказ. Вот. Но так как лечу транзитом через Москву, обратную дорогу буду делать 5 сентября уже. И надеюсь, что вот за это время, пока я буду там на месте, куда лечу, успею оформить визу российскую. И если это получится, то вот думаю, что 5-го числа с Олегом у нас все-таки получится с ним встретиться. Вот. На Олегу хотел сказать отдельное спасибо за то, что он пошел на встречу. Во-первых, что сам согласился приехать сюда в аэропорт, встретиться со мной и как бы отдать заказ. Потому что не каждый будет тратить свое время, свои деньги, да, на то, чтобы куда-то приехать. Другой может сказать там, приезжай сам и просто забирай. Вот. И спасибо ему еще раз то, что согласился перенести, как бы, время встречи на 5-е число. Думаю, что у меня все получится и 5-го числа мы сможем снова встретиться. Не снова, а все-таки встретиться. Всем пока.